Это Любовь Соболь. Глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал позорным уровень бедности в России. «Такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ФВП на души населения», – заявил Кудрин во время выступления в Совете Федерации. «Спасибо, конечно, господину Кудрину за признание очевидного, но хочется спросить, а кто же виноват в таком позоре? 18 лет нашей страной правит Владимир Путин, больше 10 лет из них сам Кудрин был министром финансов. И тут внезапно оказалось, что в России позорный уровень бедности. Договаривайте, кто виноват, договаривайте, а то как-то половинчато получается». Но уверена, что Кудрин договаривать не будет. Слишком давно он в российской системе власти. Как и многие другие наши чиновники и главы госкомпаний, в 90-х годах Кудрин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Там он был главой комитета экономики и финансов. Путин там же возглавлял комитет по внешним связям. Выходцами из той же мэрии Санкт-Петербурга являются Игорь Сечин, в 90-х годах глава аппарата Путина в мэрии, сейчас глава Роснефти. Дмитрий Медведев, бывший эксперт комитета по внешним связям в мэрии Санкт-Петербурга, а сейчас премьер-министр России. Алексей Миллер, в 90-х годах заместитель Путина в комитете по внешним связям, сейчас глава Газпрома. И еще много известных и не очень людей, сделавших карьеру при Путине. Можно, конечно, считать, что тогда в Санкт-Петербурге собрались удивительно талантливые люди, и поэтому они все стали высокопоставленными чиновниками. Но более простое объяснение – это близость к Путину. Путин их знал, доверял им, вот и назначал их на разные посты. Среди таких назначенных оказался и Кудрин. В мае 2000 года, через несколько месяцев после избрания Путина президентом, Кудрин стал министром финансов и вице-премьером правительства. В декабре 2011 года, уже после отставки Кудрина, Владимир Путин публично назвал его своим добрым товарищем и близким другом. А в январе 2012 года про дружбу с Путиным говорил и сам Кудрин. И, конечно, с таким бэкграундом отношений с президентом Кудрин вряд ли расскажет, кто же виноват в позорной бедности. Или будет говорить про важность борьбы с коррупцией, но публично спрашивать хотя бы Медведева про уточку или дачи не будет, не говоря уже о каких-то обвинениях в адрес самого Путина. Люди в России действительно очень бедные. Во многих регионах даже средняя зарплата на уровне 25 тысяч рублей. И так будет продолжаться, пока не изменится система власти и не уйдут те, кто эту систему такой построил. И об этом надо говорить, а не просто рассказывать про позорную бедность. Биллинкэт и Дэйнсайдер заявили, что раскрыли настоящее имя Александра Петрова, которого подозревают в отравлении Скрипалей. По их данным, это Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач из ГРУ. Напомню, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте этого года. Великобритания обвинила в этом отравлении двух россиян, которых назвали Руслан Баширов и Александр Петров. 26 сентября исследователи из Биллинкэт и Дэйнсайдер заявили, что раскрыли имя Баширова. По их сведениям, им оказался полковник ГРУ и герой России Анатолий Чепига. И вот теперь новое расследование, на этот раз про его напарника. Как пишут расследователи, Александр Мишкин родился в небольшом поселке Лойго в Архангельской области. Журналисты съездили в этот поселок, его жители узнали Александра Петрова. Также жители поселка рассказали, что у Петрова Мишкина есть звание Героя России, а у бабушки Петрова Мишкина Нина Федоровна есть фотография, на которую Путин вручает Саше орден и жмет руку. Фотографии, где Путин вручает Саше орден, понимаете? И жители поселка об этом с гордостью рассказывают. Но еще бы, сам Путин руку жал. Пообщаться с жителями Лойги удалось и журналистам BBC. В разговоре с BBC несколько человек также узнали Александра Петрова, а один из собеседников даже вспомнил дополнительные подробности. Например, что Мишкин учился на 4,5 и вел дискотеки в поселке. После школы Мишкин, по данным расследования, поступил в военную медицинскую академию имени Кирова в Петербурге и был завербован ГРУ. В 2010-2013 годах он, как пишут исследователи, неоднократно посещал Украину и Проднестровье. Но подробности о том, чем он там занимался, неизвестны. Из источника «Беллинкет» удалось получить доступ к отсканированной версии паспорта Мишкина. Эксперт, посмотревший эти материалы, пришел к однозначному выводу, что эти фотографии принадлежат одному лицу с учетом 15-летней разницы в возрасте. Тот бы уже и закончить? Ну нет, на этом расследование про Петрова Мишкина не завершилось. У него еще была машина. По данным исследовательской группы CIT, в конце мая, через несколько месяцев после отравления Скрипалей, Анатолий Чипига, тот самый, который Руслан Баширов, продал автомобиль Мерседес-Бенц Александру Мишкину. То есть, если верить исследователям, Чипига Баширов продал свой автомобиль напарнику. И благодаря этому удалось найти водительские права Александра Мишкина. И он там удивительно похож на Александра Петрова. Что можно сказать в конце после такого? Не знаю, у меня даже слов нету. Есть только общее чувство удивления и стыда. Ну и вопрос, зачем надо было это делать и травить Скрипаля по-прежнему без ответа? В научных работах экспертов Рособорнадзора нашли заимствования и подлоги. Об этом в своем исследовании заявил Диссернет. Диссернет – это сетевое сообщество ученых, журналистов и других людей, которые занимаются проверкой диссертации на плагиат. Они уже проверяли депутатов Госдумы, ректоров вузов, губернаторов. А теперь вот дошла очередь и до экспертов Федеральной службы по надзору в сфере образования или сокращенно Рособорнадзор. Всего было проверено 224 эксперта Рособорнадзора. В результате у 48 человек в научных работах Диссернет нашел некорректные заимствования. Еще у 23 был найден подлог в диссертациях. Ну а половина из проверенных оказались замешаны в защите диссертаций с плагиатом и другими нарушениями. Рособорнадзор уже прокомментировал исследование Диссернета и сделал это предсказуемо. При службе ведомства заявили, что практически все эксперты имеют положительные рекомендации руководителей образовательных организаций, а также что процедуры аккредитации экспертов максимально открыты. Диссернет активно работает уже более пяти лет. Например, в июне 2013 года они писали про плагиат в диссертации бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, а в январе 2014 года про заимствование в диссертации тогдашнего министра транспорта Максима Соколова. Так что опыт поиска у диссернета большой. Но случай с экспертами Рособорнадзор выделяется. Это же эксперты и это же Рособорнадзор. Это ведомство может решать судьбу целых институтов. Например, в июне 2018 года они лишили аккредитации Шаненку, Московскую высшую школу социальных и экономических наук. А тут оказалось, что эксперты этого самого Рособорнадзора оказались плагиатчиками. Классно устроились наши чиновники. Впрочем, ничего удивительного. Надеюсь, что в прекрасной России будущего чиновники не будут получать научные степени только ради строчки биографии. Наука это наука, ей надо заниматься. А если человек чиновник, то может служить народу и без липовых научных степеней. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.